Приветствую вас. Я думаю, что с точки зрения психологии ситуация выглядит так, что именно ваше желание быть с человеком, именно ваше желание быть с человеком, именно ваша потребность быть с мужчиной, с вашим мужем обесценивает вас сам. То есть, условно говоря, чем сильнее вы хотите быть с мужчиной, тем, соответственно, сильнее человек вас обесценивает. Так, по крайней мере, это выглядит. Так, по крайней мере, это выглядит именно с точки зрения психологии. Ваша зависимость от него делает вас слабой, слабее, чем это не шло бы вам в пользу. И, соответственно, вы из-за этого испытываете негатив. Вот. Вы из-за этого испытываете негатив, из-за этого блока. Вот. Вы из-за этого подвергаетесь обесцениванию. Ну, постоянно. По сути. Вот. Вы не определены, соответственно, куда вы движетесь по жизни, судя по тому, что вы пишете. Вы не знаете. У вас нет понимания. А вы чересчур держитесь за мужчину. Чересчур слишком сильно за него держитесь. Вот. И, соответственно, из-за того, что вы за него через чересчур держитесь, мужчины чувствуют, что вами можно манипулировать, вами можно управлять. Вот. И, соответственно, он вас обесценивает. Вообще, вообще, я вот, честно говоря, не думаю, что есть случайность. Тот факт, что вы выбрали себе такого мужчину, который вас обесценивает. Вот. И при этом вы хотите быть с ним. Несмотря на то, что он всем недоволен. То есть, то есть, по сути, его отношение к вам, судя по тому, что вы пишете, ну, отражает ваше отношение к себе. Потому что в противном случае вы бы никогда не потерпели такого явно обесценивающего отношения человека к вам. Вот. Поэтому, я думаю, лично, что дело всё в том, что вы сами себя не цените. Дело в том, что вы боитесь одиночества. И, видимо, отношения с мужчиной, ну, для вас слишком важны, слишком значимы. Вот. Слишком, может быть, они для вас ценны на текущий момент. Вот. И вы, к сожалению, не уверены в себе. Вот. Потому что вы спрашиваете... По факту. Вы спрашиваете... Эм... Совета. Спрашиваете совета... Эм... Людей... Которые, ну... Для вас... Эм... Совершенно незнакомы. Вот. То есть. Ну вот. По факту. Так. Так вот. Происходит. Эм... И это говорит о том, что вы на себя, эм... Как бы, вот. Полагаться, да? На себя. Вы не привыкли. Кхм. Кхм. Эм... Возвлекать вопрос. Возвлекать вопрос. Возвлекать вопрос. Почему так? Чтобы возвлекать вопрос. Эээ... Почему вы... Не привыкли... На... В... 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 А... И в чем... Проблема? То есть, почему вы по факту себе не доверяете. Вот, с этими моментами, с вашими страхами, если они есть с вашими сомнениями в себе, то нужно на мой взгляд работать, потому что именно это удерживает вас от того, чтобы быть свободной и не перекладывать ответственность на мужчину, например, за то, что вы сейчас делаете, за то, как вы вот себя сейчас позиционируете. Вот. И так далее. На этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Я понимаю, что информации маловато. Я понимаю, что новая информация у вас. Я понимаю, что вам, скорее всего, недостаточно того, что я сказал. Вот. Ну, объективно. Объективно этого малова, конечно, это никак не решает о том, что специфика вашей проблем с проблемой такова, что вы живёте с ней не один день, не один год, скорее всего, и вам нужна именно помощь в том, чтобы менять свои представления. В том числе свои представления о себе саму. Вот. Менять свои представления о том, в том числе, какая вы. и соответственно, тогда я думаю, что ситуация будет идти на лучшее. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация благополучно разрешится.